Ты чего постоянно молчишь? А у тебя рот никогда не закрывается. Ты сухарь бесчувственный. Сколько раз ты мне говорил слова любви? Четыре. А тебе бы только о чувствах. Хоть бы раз по делу поговорили. Тебе вообще не интересно, как я выгляжу. Ну давай скажи, что во мне поменялось. Концептуально ничего. Ты ведь тоже не замечаешь, что менялось в идеях экзистенциальной психологии Людвига Бенсвангера. Я это даже выговорить не могу. Я вот кончики подстригла. Прогнозируемо. Главное, что вы у нас тут такой весь загадочный и непредсказуемый. Великий философ, блядь. Эх, сколько подобных диалогов можно было бы избежать, если бы люди знали свои социотипы. Ну и социотипы своих близких. Если бы понимали, что другой не значит плохой. И многие вещи и правда делаются не из вредности, просто, ну природа такая. Привет. Я Андрей Башко и уже 7 лет я занимаюсь соционикой. Мы вот с этой вот косулей определяем социотипы и архетипы, проводим консультации по профориентации и личному бренду, обучаем соционике и, как вы уже заметили, ведем ютуб канал. Еще у нас есть свой бот знакомств и чаты совместимых между собой людей. А еще в конце видео я поделюсь с тобой одним весьма ценным сюрпризом. Абсолютно бесплатным, красивым и на целых 95 страниц. Но только в конце видео. Ну а мы начинаем. Итак, почему люди тебя не понимают? Почему ты не понимаешь некоторых людей? Какие бывают вкусы отношений? Какие типы людей с тобой совместимы, а какие никогда тебя так и не поймут? И что надо знать о человеке, чтобы общение, что называется, пошло? Поехали. Итак, почему люди тебя не понимают? Давай так. Тебя же не все не понимают, правда? Я уверен, что похожие на тебя как раз понимают. Проблемы обычно с теми, кто более или менее на тебя не похож. Позволь, предположу, что помимо всего прочего, дело в ваших социотипах. Да-да, тех самых, которых 16. Гексли, Есенин, Дюма, Габен, вот эти все, о которых ты, скорее всего, уже что-то слышал. Так вот, согласно соционике, с одними социотипами мы похожи и нам легче понимать друг друга, а с какими-то весьма далеки. И нам остается друг друга, ну, разве что, дополнять своими сильными качествами. И, с одной стороны, я сейчас просто продаю тебе ту идею, что, ну, невозможно будет до конца понять некоторые типы людей. Вы для этого, ну, слишком разные, и, короче, вот просто смирись. А с другой стороны, у меня для тебя хорошая новость, потому что соционика это своего рода словарь-переводчик между разными типами людей. И, пользуясь этим словарем, ты сможешь не только начать понимать тех, кого ранее не понимал, но и самому стать более понятным для них. Если, конечно, в этом есть необходимость. Сказать по правде, зная социотип человека, я немного корректирую то, как и какую информацию я буду ему подавать. И это приносит свои плоды. Например, с одними социотипами ты шутишь, и они ржут, как лошади, а с другими повторяешь ту же самую шутку. Они негодуют в стиле, нет, ну, типа, вы слышали, как можно так насмехаться над людьми? С одними социотипами ты понимаешь, что нужно быть более сдержанным и манерным, потому что они прямо-таки бдят этикет и личные границы. Ну, а с другими можно позволить себе как будто больше расслабиться, потому что они помимо своих идей и так ничего не замечают. Благодаря соционике я стал понимать, кому и что из моих собеседников будет более интересно, кого и в чем я смогу заинтересовать и убедить. И также теперь я могу лучше понимать даже тех, кого ранее не понимал. Как будто освоил 16 языков психики. Короче, вот это понимание того, что люди не просто разные, а закономерно разные, дает тебе первую пользу. Ты понимаешь, какой подход нужен каждому из 16 социотипов. Короче, вот это понимание того, что люди не просто разные, а закономерно разные, дает тебе первую пользу. Ты понимаешь, какой подход нужен каждому из 16 социотипов. Например, с драйзером обычно стоит проявлять чуть больше манер, сдержанности, вежливости и как бы личных границ. А также больше внимания придется уделить внешнему виду и заблаговременной подготовке ко встрече. Ну то есть, попытайся не удивлять драйзера неопределенностью или внезапными сюрпризами. Кстати, когда мы говорим не только о драйзерах, но вообще об этиках сенсориках, то надо учитывать, что для них эстетика, запахи, аккуратность, ну или по-простому одежда, еда и внешняя презентация достаточно важны. Так что стоит уделить этому больше внимания, готовясь к подобным встречам. А вот с Дон Кихотом, в принципе, можно не бояться и подискутировать, посталкиваться мнениями и это не будет означать нарушение самих отношений. К тому же, там уж не так важны все эти заблаговременные подготовки и манеры и им не нужно что-то подолгу разжевывать, так как обычно они, в общем-то, все схватывают на лету. В общем, с ними классно искать решение какой-то сложной задачи и мозгоштурмить. Ну а если хочешь чего-то от Габена, то тут как раз стоит отказаться от общих и абстрактных формулировок, а тем более от всякого символизма и метафор. Старайся говорить конкретно, подробно, обстоятельно и по делу, что и как ты хочешь получить или там сделать. Есенин же, например, часто нуждается в заботе и, в общем-то, рад, когда рядом проявляют уверенность и берут на себя ответственность. Также он зачастую неплохой слушатель и эта роль для него весьма естественна. Как и для Тостоевского, кстати говоря. Так что, если надо выговориться, то это вот к этим ребятам. Ну а тот же Наполеон и Жуков уже вряд ли будут сидеть и слушать тебя долго и не перебивая, потому постарайся все объяснять на примерах из жизни и формулировать сообщения такими короткими предложениями. А еще лучше оставь место для их комментариев и вопросов, хотя, как бы, это последняя рекомендация, мне кажется, ни к чему. Они же, как бы, и сами тебя перебьют. Ну или не буквально перебьют. Хотя, ну, волевые же сенсорики. В общем, ну... Ну а среднестатистическим робоспьером и бальзаком твои примерчики из жизни могут показаться вообще лишь вырванными из общего контекста погрешностями, так что, если хочешь, чтобы они тебе поверили, то тебе придется постараться над обстоятельной и основательной аргументацией. И, конечно, еще лучше, если это будет со ссылками на статистику, социологию и исследования. И можешь быть уверен, терпения и внимания на твой монолог им хватит. Они сами тебе еще задроты. Ну, в хорошем смысле, конечно. В каком же еще? Итак, в общем-то, по каждому социотипу. Каждый из 16 типов имеет свою линзу восприятия и потому обращает внимание на что-то свое. И общее правило тут такое, что если тебе нужен контакт с пингвинами, то тебе в каком-то смысле нужно самому стать пингвином. Нужно немного их поизучать и на время начать думать как пингвин. Ходить как пингвин, говорить и выглядеть как пингвин. Потому что именно с похожими на нас людьми доверие вызывается гораздо быстрее. Тогда он думает, о, я пингвин, этот тоже пингвин. Понятно, свои люди. Причем, заметь, это я говорю о людях, которые вообще еще даже не в теме соционики. С ними действительно имеет смысл на какое-то время подстроиться для лучшего взаимопонимания. Но самое интересное, это общаться с теми, кто уже шарит в соционике и кто готов к диалогу с абсолютно другими социотипами. Потому что те, кто шарит, они уже знают, что плодотворным может быть общение не только между похожими на тебя типами личности, но и с противоположными, то есть дополняющими. Просто с одними социотипами ты похож, и вкус ваших отношений состоит в том, чтобы понимать. Заметь, не дополнять, а именно понимать. В то время как с другими типами личности у нас изначально меньше предпосылок ко взаимопониманию. Зато вы будете друг друга дополнять, помогая прикрывать какие-то слабые стороны. Короче, с похожими мы понимаем, а с непохожими мы дополняем. Это ключевая мысль. Ну а сейчас, я думаю, ты уже достаточно созрел, чтобы увидеть одну страшную таблицу. Только не пугайся, хорошо, я знаю, что ты справишься. И если ты готов, то вот она. Это таблица отношений людей 16 разных социотипов. По сути, она работает как таблица умножения. Просто берешь в одной колонке один социотип, а в другом столбце другой социотип. И на их пересечении находишь символ. Ну а справа можно увидеть, какой тип отношений этот самый символ обозначает. Например, ты смотришь Дюма и Дон Кихот. У них дуальные отношения, и ты идешь на наш сайт читать и смотреть видео про дуальные отношения. Какие-то из этих отношений прямо-таки хорошие и перспективные, как, например, дуальные, тождественные, зеркальные и активационные, а какие-то ни в хвост, ни в гриву. Это, например, конфликтные, суперэго, ревизные и квазитождественные. Ссылку на эту таблицу я, конечно же, также оставляю в описании. Момент второй. Это, конечно же, не так, что я тут разобрался в соционике, и, значит, все, поделил людей на своих и чужих по социотипам и перестал общаться с несовместимыми. И вот так вот, знаете, еще так плюнул на них сверху, типа, пфу, габен. Нет, наоборот, как я уже отметил, благодаря соционике понимание людей сильно возрастает. И именно потому в свое время я осознал, почему я чувствовал себя не в своей тарелке 8 лет подряд. Тогда мой круг общения состоял сплошь и рядом из несовместимых со мной социотипов. Ну и как бы, что называется, где вы были 8 лет. И вроде бы все люди были хорошие, а коннекта не было. Их идеи не нравились мне, а мои не вдохновляли их. И уже потом я сообразил, что у нас реально не совпадали квадры. Ну, то есть это были реально несовместимые социотипы. В соционике есть так называемые совместимые внутри себя между собой четверки. Это исследователи, организаторы, предприниматели и мастера. Я был из организаторов, друзья были из мастеров, и вот у нас регулярно были такие самые разные нестыковки. И вот в какой-то момент я начал сознательно это менять. На данный момент мое окружение преимущественно состоит из уже совместимых со мной социотипов. И это как-то, знаете, действительно легче, продуктивнее и веселее. Совместимым не надо проговаривать очевидные вещи, и с ними можно гораздо быстрее занырнуть на действительно интересную глубину общения. С ними обычно как-то больше общих интересов, тем для разговора, и с ними возникают более понятные друг другу эмоциональные реакции и атмосфера. То есть понять-то ты можешь каждого, особенно вооружившись соционикой, но та же соционика дает тебе выстроить свой ближайший круг общения именно из совместимых с тобой людей. И стоит ли говорить, что в этот самый круг общения входит также максимально дополняющий тебя социотип, то есть твой дуал. А я вам скажу, это скотина умеет мотивировать. Короче, со своими реально проще. Про дуалов я уже, кстати, снял вот такое видео, так что посмотри, как это бывает, когда с человеком, даже если, ну не совсем понятно, то очень интересно. Ну а если ты сейчас задумался о том, где взять этих самых совместимых, так вот тебе сразу и ответ. Ты найдешь их в чате своей квадры. По желанию мы добавим тебя в чат совместимых с тобой социотипов сразу после типирования. Увы, самотипированных или тех, кого типировали в других школах, мы в чаты не добавляем, чтобы, как говорится, сохранить чистоту эксперимента. Согласись, если бы там был кто попало, то эти чата бы попросту не работали. Так что определяй свой социотип и гол к своим людям. Итак, подытожим. Зачем же тебе знать свой социотип и социотипы своих друзей? Вот на картинке уже все есть. И если у тебя телефон в кармане, и ты все время слушал и не смотрел, то сейчас давай доставай, потому что вот как бы тут все прям для тебя. А сейчас самое время выполнить обещание и предложить вам обещанный сюрприз. Итак, прямо под этим видео есть ссылка на полный набор нашей авторской инфографики. Там целых 95 страниц про 16 социотипов, про 12 архетипов, про отношения, про квадры, коллективы, профориентацию, личный бренд и многое другое. Никаких условий, регистраций, эмейлов. Просто переходишь по ссылке и скачиваешь. Бесплатно. Ну и наконец. Да, соционика не опишет всего тебя целиком, потому что очевидно, что ты не только социотип. У нас есть и другие пласты, как-то уровень сознания, потребности, какие-то качества характера, в конце концов, толщина щек тоже играет роль. И тем не менее, как мы убедились, знать свой социотип и социотип своего собеседника, это лучше, чем его не знать. А на этом у меня все. Ищем единство в различиях. И в комментариях обязательно напиши, что лично тебе дала соционика в отношениях с людьми.